Во вторник 1 октября в МКЦ состоялось торжественное мероприятие, посвященное 65-летию 34-й отдельной железнодорожной бригады. Служащих с праздником поздравил губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Я сегодня хочу искренне от всей души поздравить вас с вашим 65-летием, с юбилеем. История части неотделима от истории железнодорожных войск России, да и от истории России в целом, будем говорить так. Создана она была в тяжелые послевоенные годы, когда надо было восстанавливать все, что было порушено войной, когда надо было собирать все силы для того, чтобы укреплять экономическое могущество страны, развивать экономику страны, укреплять ее обороноспособность, переводить ее на новую форму защиты своего отечества, развитие ядерного оружия, развитие ракетной техники и так далее. Все это требовало в том числе вклада и железнодорожных войск. В том числе и слушая доклад командира, начальника, командира бригады, я просто фиксировал те вехи, по которым развивалась бригада и их вклад этой бригады в наше развитие в целом экономики и социальной сферы нашей страны. В частности, во многом, вот благодаря вашей бригаде, если вернуться к Рязанской области, то построен железнодорожный узел Рязань-Стенкино-Рыбное, мощнейший железнодорожный узел, только сегодня через станцию Стенкино ежедневно более, почти 600 вагонов, около того или даже иногда больше, отправляются только с РНПК. И во многом создание станции Рыбное, станции Стенкино, оно во многом сделано благодаря вашему участию, активному участию в строительстве и развитии этих железнодорожных станций. Реконструирована станция Рыбное, позднее ставшая одним из наиболее крупных узлов Московской железной дороги за пределами Москвы. Бойцы 34-й отдельной железнодорожной бригады во все времена с честью выполняли свой долг, проявляя мужество, ответственность, высокий профессионализм. Вы помогали в том числе и строительству гражданской жизни, строительству гражданского общества, развитию этого гражданского общества, даже трамвайные пути строили, когда это было необходимо. Я уже не говорю о том, что помощь в создании понтонных переправ в Рязанской области и другие виды помощи, которые оказывали вы региону, они неоценимы и они уже в истории. И мы об этом говорим всегда с честью и достоинством, с большим уважением к воинам железнодорожной бригады, 34-й отдельной железнодорожной бригады. И сегодня ваша воинская часть на отличном счету, храня верность таким славным традициям своих предшественников, вы вносите большой вклад в укрепление военной и экономической мощи государства. И хотелось бы, чтобы ваш опыт, ответственность, преданность делу остались верными помощниками для других поколений, которые заменят ветеранов, которые придут на службу, которые придут в качестве офицеров, рядовых, сержантов служить и которые будут исполнять также свой долг. Хотелось бы, чтобы это так и было, чтобы они исполняли также ответственность свой долг, как это делаете вы, как это делали наши ветераны, которые сидят сегодня здесь в первых рядах этого зала. Дорогие друзья, дорогие товарищи, я искренне вас еще раз поздравляю с вашим праздником. Я желаю вам всяческих успехов, удачи, крепкого здоровья, счастья, благополучия. Мы постараемся, чтобы вы в Рязанской области чувствовали себя комфортно. Все, что зависит от власти, мы будем делать и те шаги навстречу, которые потребуются, мы обязательно будем делать, потому что вы плотят плоти, вы кровь от крови, вы часть рязанского общества, вы часть российского народа. И поэтому для нас вы родные, родные навсегда, и хотелось бы вам это сказать сегодня, в этот торжественный для вас день. С праздником, дорогие мои, счастья, здоровья.